Ну это была такая своего рода последняя надежда, то что наш президент все-таки услышал нас, даст отбой воровской системе, которая обкрадывает нас. Но мы этого не услышали. Здесь все стояли и стоят по экономическим требованиям, у нас экономические требования. Но после вчерашнего заявления Владимира Владимировича появились политические требования, в первую очередь. Потому что мы все видим, какой беспредел у нас в стране сейчас творится. Нас кинули, нас обманули. Надежда была, что президент нас не сдаст, а он нас сдал с потрохами. В наглую, легко и просто. Теперь мучаемся, потому что если взрослые люди, мужики выходят на трассу и клянчат денег, прячут глаза и руки, и говорят, ну дай хоть 10 рублей, дома хлеба два дня нет. Это что за президент? Разорились малые и средние предприниматели, их разорило государство, чиновники. Гаденыши эти. Нас не видят и не слышат, не в России, в России в частности, слышат. Другие государства приезжают, снимают, а российские СМИ, видимо, либо какой-то крест, либо запрет поставлен на освещение нашей проблемы. Про пресс-конференцию президента, ну что сказать. Он повторил то же самое, что до него говорили министр транспорта, премьер-министр нашей страны. Для Путина мы не существуем, поэтому и рассчитывать не на что было. Мы как и рассчитывали, так и рассчитываем на свои собственные силы. Сейчас вот идет самоорганизация, создаются ассоциации по всей России. И с помощью законных методов, уже законных ассоциаций будем выходить на диалог с правительством, с чиновниками. Расстроились, обиделись. Как это можно сказать, когда нас никто не слышит и не хочет слышать? Надеялись, что отменят он все-таки это. Развод этот полный, население нашей страны. Я сдулся по полной программе. Мне смысла работать нет. Я ничего не заработаю, я не смогу содержать свою семью с этим Платоном. Это все.